Врачи, педагоги, инженеры, артисты и музыканты, представители самых разных профессий, собрались сегодня в Доме правительства. Повод очень важный и торжественный. Михаил Игнатьев вручил государственные награды Российской Федерации Чувашии 46 лучшим труженикам республики. Когда человек все свои силы, всего себя отдает любимому делу, к нему приходят и награды, и признания. Ваши знания, труд, интеллект, творческое вдохновение служат родной Чувашии и нашей великой России. Ваше умение находить нужные решения в нужный момент, ваши достижения, ваши успехи отражаются в итогах уходящего 2014 года. Действительно, самая главная ценность Чувашии – это талантливые и трудолюбивые люди. Они независимо от должности и выбранной профессии реализуют различные проекты, как на территории республики, так и за ее пределами. Алла Стальская получила медаль Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Работая в Сочи на олимпийских объектах, она всегда с гордостью говорила, что представляет Чувашскую республику, город Чебоксары. Я 35 лет проработала в Чувашской республике. Здесь прошло мое становление как специалиста, профессионала и управленца. Никогда не могла себе представить, Михаил Васильевич, что последние три года мне придется работать на своей малой родине, в Краснодарском крае, на олимпийской стройке. Это был уникальный государственный проект, это был имидж Российской Федерации. Программа закончилась, олимпийские объекты будут и дальше в постолимпийский период использоваться. Спасибо огромное. Я дома, я в Чувашии. Всего доброго. Хирург Козловской районной больницы получил звание заслуженного врача Российской Федерации. Владимир Фомин говорит, что это признание высококвалифицированной работы всего коллектива. Больница наша носит имя Ивана Ефимовича Виноградова, это мой кумир. Он всегда говорил, удовлетворение достигнутым – это остановка, остановка – это шаг назад. И всегда говорил, любимым делом человек богатырь. Я считаю так, что любой человек, который стремится к лучшему, стремится к своей работе, он всегда заслуживает, всегда будет заслуживать свое внимание. Я очень сегодня благодарен за эту высокую награду. Эти творческие люди не намерены останавливаться на достигнутом признании на государственном уровне. Для них стимул двигаться дальше и работать на благо республики и страны. Татьяна Трофимова, Елизавета Зайцева, Сергей Рябчиков, Республика.